Тем временем простые россияне ощущают подорожание товаров и даже сезонная ягода выросла в цене чуть ли не в два раза, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Есть ли у вас прогноз, как будут меняться цены далее в России, каковы будут темпы инфляции? Как это ни парадоксально, но инфляция будет зависеть главным образом от двух факторов. От дефицита бюджета, чем больше дефицит бюджета, тем больше они должны печатать деньги. Ты печатаешь деньги, растут цены. И от курса. Курс сейчас руками Путина удерживается. Но это очень хорошо, потому что это вредит экономике. Они скрывают реальные пропорции экономические. И что с инфляцией происходит? Объявили, что в прошлом году инфляция была 7,6%. Сказали, что будет падать в этом году. Но даже по официальной статистике сейчас инфляция годовая уже 8%. А по оценкам экономистов, по расчетам, потому что цены известны выборочным ценам, корзины, товарам, по которым рассчитывается инфляция, она где-то в этом году приближается сейчас к 18-19%. Вот эта реальная цифра, скорее всего, и будет для народа этой страны. Вот это более-менее точный прогноз. Если совсем точно говорить так, чтобы не ошибиться. 17-20%. Вот такая инфляция. Хотел бы сказать, что в Украине цены и инфляции намного меньше. Там чуть больше 3%. Видите, мы жертва, да? Они у нас оттяпали территорию, уничтожают мощности. Мы работаем лучше. И темпы экономического роста выше. Как это ни парадоксально, да? Ну вот такая ситуация. Вы говорите, что в России сдерживают курс. А какой реальный, вот по вашим оценкам? Реальный курс, ну по расчетам многих, многих экономистов, мной и мой, такой это где-то 105 сейчас. К тенденции, что к концу года будет 110-115 рублей за 1 доллар. Ну, просто чтобы знали наши телезрители, что, и просто зрители, что в каждом предприятии, которое получает валютную выручку, более-менее, сидит валютный комиссар. В каждом банке сидит валютный комиссар от Минфина или от Нацбанка. И по сути диктует, сколько продавать, когда продавать, какой курс выставлять. То есть регулирование идет вручную. И это тоже очень хорошо. Почему? Чем больше ручного регулирования, тем больше ошибок, диспропорций и кризиса впереди, так скажем. Продолжение следует...